Артем, с победой, во-первых, расскажи, как команда готовилась психологически, потому что, когда попадаешь в такую яму, четыре поражения подряд, это очень непросто. Да, конечно, ситуация у нас была не самая лучшая, все знают, все видят. Когда проигрываешь, то вообще нет настроения у коллектива, когда проигрываешь в такой команде, как Динамагинск, в войне, думаю, тяжелее, груз давит. Но после последнего поражения, которое было у нас, Станиславович, у нас был серьезный разговор о раздевалке. Ваша помощь, в принципе, я не знаю, но надеюсь, надеюсь, что все поняли уже, где играют, за кого играют и почему играют. Не знаю, мы все вместе попали, все вместе нужно выбираться, это понятно. Скажем так, на этой неделе как готовились, ну, немножко, я думаю, Станиславович нас успокоил, я думаю, в принципе, не знаю, не давил на нас точно и, то есть, хорошее настроение готовились к этой игре. Сегодня, в принципе, наверное, опять-таки получилось все, потому что у Витебска, по большому счету, и моментов-то особо не было, правильно, если рассматривать с точки зрения игры в обороне? Ну, я бы не сказал, что все получилось, идеальных игр не бывает, но, в принципе, если в плане обороны, ну, всегда есть какие-то недочеты, в принципе, но, если взять в целом, я думаю, более-менее справимся. Сегодня был такой сильный ветер, насколько сильно он мешал сегодня играть? Либо никаких моментов не было с этим? Ну, немножко было понятно, там, ветер был боковой, поэтому немножко чувствовалось, но, опять же, это не должно влиять. Сегодня концовка встречи проходила под таким большим дождем. Насколько это осложняло, учитывая то, что Витебск под конец матча больше присел к нашим воротам? Да, дело не в дожде, дело в том, что мы прижались, и не думаю, что нужно было так прижиматься низко в конце, после забитого мяча. Опять же, это психология, но хотелось удержать результат победный, поэтому, думаю, поэтому была такая концовка. Ну, и сегодня на поле вышел молодой наш футболист Роман Довыскиба. Как ребята поддерживали его перед тем, как выйти на поле? Все, безусловно, все его поддерживали, все ему помогали. Он, в принципе, хороший парень, если будет трудиться, я думаю, все будет у него хорошо. Ну, не знаю, я думаю, он может быть доволен своим дебютом. Если бы еще забил, то было бы себе великолепно. Спасибо большое, что с победой. Рома, расскажи, пожалуйста, когда ты узнал о том, что упадешь в стартовый состав сегодня? За пару дней ко мне тренер Ламнов сначала подошел, сказал, чтобы я готовился, а вот перед самой игрой, где-то за день, подошел помощник тренера и сказал, что точно буду играть, чтобы я готовился, настраивался, так сказать. Как спалось сегодня, что снилось? Ну, кстати, долго не мог уснуть, специально пораньше лег. Мыслей было много очень, поэтому как-то не очень. Но в целом хорошо выспался под летом. Как прошло сегодняшнее утро, обед, дорога со стаек на стадион? Было сильное волнение, либо все-таки удалось я как-то сдерживать? Команда очень сильно поддержала меня. Все подходили, говорили, ну, спокойно, не волнуйся. У всех так было. Все помогали, я как-то так. Вот, допустим, пока на поле не вышел, было вообще все спокойно. Там первые минут пять такое волнение, а потом уже все. Как по массу тут. Кто больше всего поддерживал себя сегодня? Помощный главный тренер. Алексей Леонидович, правильно? Да, да, да. В целом, как оценишь сегодняшнюю игру? Ну, мог лучше, мог лучше. Может, где-то уверенности не хватило проявить себя так. Ну, неплохо, скажем. В первом тайме у тебя был шикарный момент. Во втором тайме тоже передача, удар не попал в ворота. Что было в мыслях после того, как, казалось бы, железный эпизод, но чего-то не хватило? Ну, где-то, может, вот именно этой уверенности в реализации не хватило. Ну, не забил, не забил, главное, что команда выиграла. Вместо тебя на поле вышел Михаил Козлов, когда присаживался на скамейку запасных. Что говорили ребята, которые сидели рядом? Что говорили тренеры? Все похвалили, поддержали, то есть, ну, как бы, никто плохого ничего не сказал. Все только подбадривали. После матча в раздевалке притравливали, только честно? Нет, кстати, тоже только поддержка была. Здесь странно. Леонид Станиславович сказал, что теперь только работать и работать, не зазнаваться. Поэтому, Рома, удачи себе, чтобы все было дальше хорошо. С победой. Спасибо.